Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и мы продолжаем наше путешествие на север страны. Кстати, север в Аргентине – это там, где ближе к экватору. И вот, добравшись до городка Сантьяго-дель-Эстера, мы окунулись в настоящее тропическое лето, поскольку сейчас здесь примерно около 40 градусов. Именно на территории провинции, не город Сантьяго-дель-Эстера, а на территории провинции Сантьяго-дель-Эстера находится городок, сейчас уже не помню, как его название, с самыми высокими температурами на территории всей Южной Америки. Так что путешествие наше продолжается в полной жаре. Все мои сразу схлынули воспоминания о любимом Краснодаре, где тоже летом температура поднимается выше 40 градусов. Хочу сказать вам первые свои впечатления. Я много не буду появляться в кадре, потому что во время путешествия у меня навернулись мои микрофоны, поэтому, как видите, сейчас я с микрофоном от телефона. Не самый лучший вариант, но что делать? Путешествие продолжается, я же не буду его заканчивать из-за того, что у меня нет микрофонов. Приехали мы с вечера, прогулялись ночью. Потрясающе красивое вот это здание покажу вам с ночной подсветкой. Провинция это Сантьяго-дель-Эстера, одна из самых бедных провинций на территории Аргентины. Но гуляя по городу, такого не скажешь. Очень красивый, настолько он ухоженный. Сейчас вот время за полдень, да, многие, наверное, на сиесте, поэтому очень мало людей сейчас. Я на территории парка нахожусь, сейчас вам покажу. Ну, людей практически нет. А вечером с заходом солнца, когда температура более приятная, температура вечером здесь просто наслаждение 22-25 градусов, когда нет солнца, это просто, наверное, самое комфортное, что может быть вечером очень много людей в парке. Вот что еще могу рассказать об этом городке. Ну, то, что здесь проблемы с экономикой, я уже сказала. Хотя, знаете, вот тоже вчера вечером гуляли по городу, и два раза подходил к нам один и тот же парень, который просил денег. Но зато, когда вечером мы присели на террасе, он за соседним столиком тоже был в ресторанчике на террасе, угощал свою девушку пиццей. То есть не дома ее там, да, сам делал, не разогревал дома в микроволновке. Привел девушку в ресторан и угощал ее. Ну, так себе впечатление, конечно. А город в целом просто потрясающий. Кстати, город Сантьяго-дель-Эстера – это самый древний город, вот именно как город, да, основанный испанскими конкистадорами на территории Аргентины. Поэтому про этот город говорят, что Сантьяго-дель-Эстера – это мать всех аргентинских городов. Также это колыбель аргентинского фольклора. Итак, идемте погуляем по улочкам этого города и посмотрите, как здесь все красиво. Это потрясающее красивое здание, центр культуры города Сантьяго-дель-Эстера, который и находится напротив парка. Орхидейное дерево здесь уже цвело, остались только стручки вот такие, как фасолька зеленая. Рядом что-то из отряда акациевых, просто невероятное желтое облако, красивое. Боже, а как пахнет это! Жалко, что пока еще не изобрели телефоны, которые передают запахи. А здесь же вот цветет сейба. Сейба – это национальное дерево аргентинов. И в других своих видео я показывала и вот цветущие стручки чуть поближе. Еще какая-то экзотическая красота. Север Аргентины – это трокпики, поэтому здесь неведомых мне тропических растений очень-очень много. Это памятник генералу Бельграна, который в городе основал первую школу для детей. Беседки из ароматного жасмина, которых можно найти уже сразу по запаху. Тут же красивый вот такой вот фонтанчик. Приятное место для отдыха. Очень яркое солнце, тяжело снимать. Это вот драцена. У многих из вас она дома есть в горшках. Кроме, у меня в России всегда она была. И вот посмотрите, какая огромная Санта-Рита, как говорят в Аргентине, или Бугенвелия, как во всем остальном мире, которая плетется по дереву. Дерево, кстати, хвойная какая-то сосна, разновидность сосны. Вчера в Кордобе приметила это дерево, которое обильно цветет. Такие вот у нее зеленые цветочки. Кстати, тоже очень приятно пахнет. Лист как у фикуса, но вряд ли это фикус, судя по стволу. Не знаю, что это. Но цветов на нем очень-очень много. И очень приятно пахнет. Красивый яркий кустарник. Посмотрите, цветочки у него сиреневые. А потом вот такие вот желтые ягодки. Так, в кадр ягодки попали, не вижу. Их тут вот очень-очень много, этих ягодок. Красивое сочетание. И очень нежная зелень в желтым оттенком. Кафедральный собор города Сантьяго де Лестера построен в классическом виде. Посмотрите, какие красивые колонны. Почему-то он закрыт. Мы вчера, кстати, вечером приехали, был закрыт. Сегодня он закрыт. Поэтому смотрим только его снаружи. Повсюду стоят скамеечки всякие разные. Чтоб людям было удобно где присесть и целоваться. Просто влюбилась в это дерево. Сначала думала, что это желтая лопача. Но нет, судя по листьям, это не лопача. Книгу с определителем растений. Естественно, я оставила дома, не взяла в поездку. Если кто-то знает, что это, напишите в комментариях. Собирается желтый ковер из опавших цветков. Видите, они целиком опадают. Не лепестками, а целиком цветы опадают. В центральной площади города ведут пешеходные улочки. Когда-то они были полностью представлены домами в полониальном стиле. Сейчас, к сожалению, всю их красоту на первых этажах занимает реклама. Этот ужасный пластик. Если это все посыровать, то, по мне, это будет идеальный город в колониальном стиле на территории Аргентины. И посмотрите по всем улочкам. Натянуты такие вот ткани треугольником, чтобы создавать дополнительную тень для тех людей, которые здесь гуляют. Но, как видите, в полдень мало кто гуляет. Пообедали и сиеста, потому что очень жарко. И ходить по улочкам города в любом случае тяжело. Субтитры подогнал «Симон» Побывать в Сантьяго и не попробовать местное импанадо было бы неправильно. Поэтому, спросив у нескольких местных жителей, где готовят самые вкусные импанадо, ну, пирожки по-нашему. Вот, мы зашли в это вот такое местечко аутентичное. И пока нам готовят пирожки, сказали по два пирожка, которые там стоят меньше, чем пол евро. И за это время нам принесли бесплатные закусочки. То есть, супчик из лентеха, из чечевицы. Принесли нам фасольки. То есть, пока еще мы этих пирожков дождемся, можно наесться вот до отвала. Смотрите, сколько даже нам принесли хлеба, вот так вот путешествовать по внутренним регионам Аргентины. Поскольку от местных предложений Кока-Колы и прочей сладкой воды я уже устала. Вот, заказала себе. Вот такой вот кувшинчик лимонада. Правда, я сразу предупредила, чтобы сахар мне туда не добавляли, потому что в Аргентине за этим нужно следить четко. Здесь сахар добавляют везде, куда только можно и нельзя. Поэтому пить я сегодня буду натуральный лимонад. Посмотрите, как красиво мне его подали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Красота не всегда служит удобством. За Аргентину! Очень вкусно и натурально. Ну вот, нам наконец-то принесли знаменитые пирожки Сантьяго. Взяли мы два вида с мясом. И вторые тоже с мясом. Но мясо немножко сделано по-другому. Правда, пока мы ждали пирожки, лимонадос по-аргентинским, наелись тех бесплатных закусок, которые нам принесли. Но все равно, так надо взять салфеточку. Пирожки пекли специально для нас. Они еще очень горячие. Но я просто уверена, что они вкусные. Место классное. Начинки дойдут потом, без камеры, потому что боюсь, что оно горячее. Вот уже заканчиваем обед. И не могу никак поверить во все здесь происходящее. Короче, мы заказали всего 4 пирожка, бутылку Кока-Колу и бутылку... Ой, не бутылку, а графин лимонада. Все это нам вышло на понятные деньги 4 доллара. На 4 доллара, значит, мы поели пирожков и напитки. Но, кроме всего этого, нам принесли, как я уже показывала, две закуски из бобовок, да? Как это называется? Чечевица и фасоль. И уже когда мы расплатились, нам еще принесли каждому по бесплатному десертику. Вот у меня такой пудинг и там флан. Это все бесплатно, потому что мы наели на целых 4 доллара. Вот такая вот она Аргентина. Продолжаем наше путешествие. Оставайтесь на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали покатаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и закончилась прогулка по городу Сантьяго-де-Лестеро. И мы продолжаем двигаться дальше на север. На обочине постоянно стоят знаки, которые говорят, на каком расстоянии вы от центра Буэнос-Айреса. Сейчас мы на расстоянии примерно 1200 километров от Буэнос-Айреса. Но, конечно, за эти три дня мы проехали намного больше, потому что мы уходили с одной трассы, с основной трассы, заезжали в разные городки. Вот сейчас мы движемся по территориям провинции Сантьяго-де-Лестеро и скоро заедем на территорию провинции Тукуман, то, куда я так давно стремилась. И после Тукумана у нас будет провинция Кухуй. Поэтому оставайтесь на связи. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео из этого моего путешествия. Я, как видите, я такая вся раскрасневшаяся, потому что очень жарко, даже не помогают особо в машине кондиционеры. Выставили здесь на 18 градусов, но как-то никак еще машина не охладится, потому что, когда мы выезжали из города, градусник в машине показывал на улице 42. Когда в машину зашли, это, конечно, было ужасно. Найти тенечек, чтобы запарковаться в городе, было очень тяжело. Поэтому в таком полутенечке, скажем так, машина стояла. Вот. И сейчас уже у нас за окном в основном такие полупустынные пейзажи. Не знаю, наверное, практически не видно ничего. Вчера, кстати, вечером, когда ехали, проезжали через соляные пустыни потрясающими пейзажами растительности. Вот эти скудные какие-то пальмочки, наверное, на метровых ножках стояли. И очень-очень много кактусов было. Но нет специальной обуви, да, чтобы можно было туда выйти, потому что иди в шлепанцах я не рискнула, потому что это зона, здесь и ядовитые змеи водятся, и скорпионы, и всякая прочая прелесть, которая так характерна для тропиков. Что касается, кстати, дороги. Вот пока мы ехали от Буэнос-Айреса до Кордобы, была просто потрясающая дорога, да. Это тоже примерно где-то 600-800 километров. Сейчас я уже не помню, 800 километров там дистанция от Буэнос-Айреса до Кордобы. Все время была потрясающая дорога по 2-3 полосы, иногда и по 5 полос в каждую сторону. Ну, раздельные движения, раздельные, да, то есть между движением в одну сторону и в другую сторону разделительные полосы огромные. И сразу, как только вот мы выехали из Кордобы вчера, началась вот эта вот тягомотина по одной полосе в каждую сторону, без какого-либо разделения. Поэтому, конечно, ехать так сложновато. Особенно вчера мы больше час пути ехали уже в темноте. Столько много мотоциклистов на дороге без света вообще. Поэтому, если отправитесь в путь, будьте очень-очень аккуратны. Но, кстати, вот то, что меня удивило, и Сантьяго только когда мы выехали, то есть мы уже проехали несколько километров, строят, кстати, новую дорогу. И, скорее всего, что тоже здесь две полосы будут в одну сторону, две полосы, а в другую сторону с какой-то разделительной полосой. И строительство там, ну, вот я не знаю, мы, наверное, километров 5-7, может, 10 даже проехали, где эту дорогу строят, что приятно удивляет. Так что с каждым годом по Аргентине будет все более и более комфортно путешествовать даже на машинах. Хотя, конечно, не все расстояния стоит одолевать в Аргентине на машинах. Здесь хорошо, в принципе, развит воздушный транспорт. Но мы решили все-таки в это направление проехаться на машине, чтобы я могла, прежде всего, для себя понять, насколько это комфортно путешествовать по Аргентине абсолютно разными видами транспорта. Да, я буду пробовать, конечно же, все виды транспорта. И обо всем вам буду о своих путешествиях рассказывать на моем канале. Так что оставайтесь на связи. С вами была ваша Елена Вивас. И всем прекрасного дня! Субтитры подогнал «Симон»